МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Один человек погиб, еще один пострадал в аварии на Золотом мосту во Владивостоке. Легковой автомобиль врезался в леера после того, как его водитель не справился с управлением. На улице Шилкинской мотоциклист получил травмы, наехав на провалившуюся ливневку. С места событий байкер отправился в больницу. Перебегая дорогу под пешеходным виадуком на площади Луговой, мужчина попал под колеса автомобиля. Пешеход госпитализирован в тяжелом состоянии. Один человек погиб, еще один пострадал в аварии на Золотом мосту во Владивостоке. Легковой автомобиль врезался в леера после того, как его водитель не справился с управлением. Черная Toyota Camry двигалась по мосту в направлении детского парка. В салоне автомобиля находились двое мужчин. На съезде со стакады водитель планировал свернуть направо, на улицу Калинина. Однако по каким-то причинам корректно совершить маневр не смог. Причина потери им управления сейчас выясняется. Ее итог тем временем оказался печален. На полном ходу легковушку понесло боком, после чего автомобиль врезался в угол леерного ограждения. Мощный удар буквально смял иномарку пополам. На место событий пришлось вызывать сразу две бригады скорой. Помощь врачей в первую очередь понадобилась пассажиру авто, на чью сторону пришлась основная сила удара. Мужчина получил тяжелые травмы и находился в коме. Врачи до последнего пытались вернуть его к жизни, но тщетно. Водитель иномарки тем временем сумел отделаться парой ушибов. С места аварии его доставили в больницу. К выяснению обстоятельств происшествия приступили автоинспекторы. По одной из версий, члены экипажа Camry в момент аварии находились в состоянии алкогольного опьянения. Снимать разбитый автомобиль с лейеров пришлось при помощи эвакуатора. В программу «Автопатруль» требуется корреспондент с опытом работы на телевидении. Работа суточная, зарплата сдельная. Обращаться по телефону 271 90 45. На улице Шилкинской мотоциклист получил травмы, наехав на провалившуюся ливневку. С места событий байкер отправился в больницу. Авария произошла, когда участники одного из мотоклубов Владивостока отправились в групповой заезд по ночным улицам. Маршрут колонны пролегал через улицу Всеволода Сибирцева, после чего байкеры планировали спуститься вниз к кольцу Третий Рабочий. Однако, как показывает практика, многие из дорог Владивостока остаются небезопасными для водителей мототранспорта. Эту провалившуюся ливневую решётку на улице Шилкинской стараются объезжать даже автомобилисты. Водитель мотоцикла этой ночью её обрулить не успел. Чоппер подскочил на яме и через пару метров рухнул на асфальт. На место событий пришлось вызывать скорую. Защитная экипировка уберегла мотоциклиста от тяжёлых травм. Но мужчина всё же получил при падении ряд телесных повреждений. Мотоцикл парня с места происшествия забрали его друзья. Чопперу после аварии требуется серьёзный ремонт. И делать его за свой счёт байкер не собирается. Как нам стало известно, молодой человек намерен подать в суд на дорожную службу, ответственную за этот участок дороги. 5544 – короткий СМС-номер, с помощью которого зрители программы «Автопатруль» могут выразить своё мнение относительно проблем Владивостока. Итак, сегодня на повестке заброшенная дорога, ведущая с Дальхимпрома на Шамаровскую трассу. Что, по вашему мнению, нужно делать с этой грунтовкой? Варианты ответов. Первый – достроить и заасфальтировать. Второй – пройтись по ней грейдерам. Третий – оставить всё как есть. Присылайте АП-плюс номер соответствующего варианта ответа на короткий СМС-номер 5544. С результатами опроса наши корреспонденты познакомят специалистов соответствующего управления администрации города и проинформируют зрителей о дальнейшей судьбе дороги Дальхимпром-считовая. На улице Борисенко столкнулись мопед, кроссовер и микрогрузовик. В результате ДТП водителю двухколёсника понадобилась помощь врачей. Водитель Subaru Legacy выезжал на улицу Борисенко с территории производственного здания по адресу Борисенко 35. Автомобилист планировал отправиться в район Тихой. Для этого ему необходимо было пересечь трамвайные пути и полосу встречного движения. Мужчина двигался медленно и вдруг почувствовал резкий удар в правый борт. Это был мопедист, который на полном ходу влетел в Subaru. После столкновения мотороллер отбросило в сторону, и он закатился под микрогрузовик. Очевидцы происшествия сразу бросились на помощь рулевому мопеду. Машина с авторостепенной выскочила, он ударился об неё и попал под кандер. Всё. Сильно человек пострадал? Не, не сильно, просто ушибы. Ушибы? Да. Всё равно скоро его забрала? Да, забрала. Водитель мопеда получил травму ноги. Медики предположили, что это перелом. На парне в момент аварии был надет мотоциклетный шлем. Именно он и уберёг его от более тяжёлых последствий. Виновным в ДТП, скорее всего, признают хозяина Subaru. Мужчина выезжал с авторостепенной и должен был пропустить мопед. Массовая авария на перекрёстке Океанского проспекта и улице Фонтанной. В столкновении двух рейсовых автобусов и двух внедорожников пострадали четыре человека. Водитель 107-го автобуса двигался с ЖД вокзала в аэропорт. В салоне находились три пассажирки. Женщины планировали доехать до Артёма. В соответствии с маршрутом шофёр свернул на Светландскую и затем на Океанский проспект. Когда он проезжал мимо администрации города с улицы Фонтанной, ему наперерез выехал автобус 16С. Водитель 107-го нажал на тормоз и попытался остановиться, но в следующее мгновение почувствовал сильный удар, который пришёлся в правый борт машины. Мы ехали в аэропорт, подъехали к перекрёстку, горел зелёный свет светофора. Мы ехали 30-40 км в час, прямо поднимались. Трое пассажиров было у нас. Он шёл оттуда с той стороны, хоть бы звуковой сигнал бы подал, можно было бы как-то избежать. Ну и всё, а вот это всё остальное вы видите. Удар был такой силы, что 107-й отлетел в сторону и при этом врезался в Toyota Land Cruiser. Также досталось и припаркованному возле обочины кроссоверу марки Toyota Harrier. Пассажиры Kia в момент столкновения получили травмы. Правда, чтобы достать их из салона, пришлось отгонять крузак, поскольку он заблокировал выход из автобуса. Осторожно, у меня в ноге железяка стоит. Это очень сложно, как обычно. В результате столкновения сидевшие в салоне женщины получили различные травмы, в основном ушибы рук и ног. Травму ноги получил и водитель 107-го маршрута. От госпитализации он отказался, поскольку решил принять участие в оформлении ДТП. По предварительной версии причиной ДТП стал откаст тормозной системы у маршрутки 16С. Неисправность её водитель обнаружил при спуске с фонтанной. Для разбирательства сотрудники ГАИ вызвали руководителей транспортных предприятий, которым принадлежат автобусы. Компании, чей водитель и будет признан виновным, придётся взять на себя все расходы по ремонту обоих разбитых внедорожников. На Океанском проспекте перевернулся длинномер. По предварительной версии в контейнере машины произошло смещение груза. Водитель фретлайнера утром отправился в рейс. На складе он получил опечатанный контейнер и с ним начал движение в сторону выезда из города. В соответствии с маршрутом, следование машины шло от остановки общественного транспорта по Кровский парк и далее по Океанскому проспекту. Но на повороте перед Дальпрессен автомобилист услышал щелчок. Далее машина вышла из строя и её понесло вниз по склону. Водитель нажал на тормоз и подал звуковой сигнал, чтобы предупредить других участников движения об опасности. Сам поворот сам по себе. Не знаю, резко услышал какой-то, как удар, и машину начал окренить. А машины какого года производства? 2003 год. То есть достаточно свежие? Достаточно свежие. Да я посмотрел, я вот, и как бы состояние рессоры, всё, то есть колёса целые, вот прошёл по пиналу, экипаж вот подъехал, сразу, что, может колесо, может что. Вот только что, прям, вот оно, всё внешне видно, подноготное. Всё целое, не поймут. Возможно, в контейнере груз был не закреплённый, а мы об этом просто-напросто не знаем, контейнеры пломбированы. По счастливой случайности, в это время на дороге было немного машин, да и пешеходов на тротуаре не оказалось. Благодаря этому обошлось без пострадавших. Сотрудники ГАИ составили схему аварии. Выяснять причину опрокидывания многодонника будут эксперты. Вскоре на место происшествия прибыл автокран. На время подъёма грузовика автомобильное движение по Океанскому проспекту пришлось перекрыть. Далее в программе. Перебегая дорогу под пешеходным виадуком на площади Луговой, мужчина попал под колёса автомобиля. Пешеход госпитализирован в тяжёлом состоянии. Компании ДОРС «Стальные двери» 20 лет. Мы дарим скидки и подарки. Телефон 244-4337. ДОРС. Нам 20 лет, вам 20% скидка. Компания «Восток Оптснап» предлагает новинку на строительном рынке Владивостока. Оригинальные межэтажные лестницы и ограждения. Итальянский дизайн. Всегда в наличии на складе. Город Владивосток. Военное шоссе 41. Телефон 233-33. С 1 октября суперакция «Магия Азарта» во всех салонах «Двери 25». Никаких фокусов, только торжество удачи. Покупайте двери и тут же выигрывайте скидки и подарки. Стальной каркас и соединительные штифты из металла делают автомобильный дворник надежным. Специальный состав резины и графитовое напыление гарантируют 100% качество очистки. Автомобильные дворники «Автопрофи». Средство номер один от грязи. И насекомых. Профессиональная линия аксессуаров «Автопрофи». Перебегая дорогу под пешеходным виадуком на площади Луговой, мужчина попал под колеса автомобиля. В тяжёлом состоянии пешеходы доставили в больницу. Авария произошла в тёмное время суток. Гражданин, который оказался под колесами машины, пытался пересечь улицу Ново-Ивановскую, но по какой-то причине пренебрёг установленным как раз для этой цели надземным пешеходным переходом. До противоположного тротуара мужчина не добежал. Водитель «Субару-Импрезы», которая двигалась со стороны центра города, заметил пешехода слишком поздно. Попытка затормозить и уйти от столкновения оказалась безуспешной. Пешеход ударился о переднюю стойку иномарки и упал на проезжую часть. Прибывшие врачи диагностировали у пострадавшего серьёзную черепно-мозговую травму. Мужчина находился без сознания. После оказания первой помощи пострадавшего доставили в дежурную больницу Владивостока. Водитель «Субару» остался на месте происшествия, чтобы дать показания автоинспекторам. Авария с участием универсала и кроссовера в районе седанки. А в ходе разбирательства выяснилось, что для одного из автомобилистов это было второе ДТП за день. А белую «Тойоту Королу» на федеральной трассе очевидцы заметили сразу. Машина двигалась на высокой скорости. Её водитель перестраивался из ряда в ряд и подрезал других участников дорожного движения. В момент совершения одного из таких манёвров рулевой универсала задел Санг Йонг Актион Спорт, который двигался в среднем ряду. Удар пришёлся внедорожнику в задний бампер. После этого водитель «Королы» начал тормозить. Мужчина резко вывернул руль влево и в результате наскочил на леерное ограждение. Несмотря на показания очевидцев и следов протектора на асфальте, водитель «Королы» уверял, что во всём виноват хозяин корейского кроссовера. Ну вот ехал, ехал, меня обортанули, вот и там и оказался. Вы ехали по крайней левой или по средней полосе? По крайней полосе. По крайней полосе. А как получилось, что по второй полосе у вас обортанули? Он перестраивался? Ну правильно. Ну да. А водитель как объясняет, почему так получилось? Никак не объясняет. Говорит, что его стукнули и всё. Что вы его стукнули? Скажите, пожалуйста, а вы сегодня что-нибудь употребляли запрещённое? Ничего? Не имею такого обыкновения. Однако сотрудники полиции заподозрили, что водитель «Универсала» находится в нетрезвом состоянии. Чтобы выяснить это, мужчину отправили на медицинское освидетельствование. Любопытно, что это ДТП не первое для владельца «Королы» за день. Как рассказал водитель, утром в его машину врезался мусоровоз. Аварию он не фиксировал, поскольку торопился в больницу к маме. Однако это ДТП автоинспекторы оформили по всем правилам. Разбитый «Универсал» полиция доставила на арест площадку. Столкновение седана и кроссовера на трассе Владивостоку-Сурийск. В результате ДТП один человек получил травмы. В тот день повар одного из придорожных кафе возвращался с продуктовой базы. В багажнике «Ниссана Кашкая» находились овощи, колбасы и другие продукты питания. Мужчина торопился и ехал достаточно быстро. В какой-то момент он почувствовал, что его машина вышла из-под контроля. Через секунду «Ниссан» оказался на обочине, где врезался в припаркованные там «Жигули». Водитель последнего спал в машине. Мужчина проснулся, когда его автомобиль отлетел на дорогу и развернулся на 90 градусов. «Кашкая» же в свою очередь съехал с трассы в Кювет. Хозяин «Жигулей» после аварии начал жаловаться на боль в груди и на головокружение. Для пострадавшего вызвали скорую помощь. Медики доставили его в больницу с диагнозом «сотрясение мозга и перелом ребра». Водитель «Кашкая» не пострадал. Более того, уцелел и весь его продовольственный груз, включая куриные яйца. О происшествии автомобилист сообщил своему руководству, и вскоре ему на помощь прибыл эвакуатор. Он доставил разбитый кроссовер до места стоянки. Трагедия на улице Верхнепортовой. Жительница Владивостока погибла, упав с балкона многоэтажки. Падение с высоты 14-го этажа не оставило гражданке шансов остаться в живых. Как рассказали стражам порядка близкие погибшей, женщина на протяжении двух последних дней находилась в состоянии глубокой депрессии. За минуту до падения гражданка вышла на балкон подышать свежим воздухом, но назад не вернулась. Прибывшие на место событий медики смогли лишь констатировать смерть женщины. Выяснением всех обстоятельств произошедшего и причин, толкнувших женщину на отчаянный шаг, занимаются полицейские. Генеральный спонсор программы «Автопатруль приморских дорог» – компания «Дорс». Стальные двери. Два человека получили травмы в результате аварии на остановке общественного транспорта театр оперы и балета. Хозяйка Таюты Сурф вместе с дочерью направлялась домой с района Чуркина в центр города. Подъезжая ко въезду на мост, женщина почувствовала, что с её машиной что-то не так. Она включила аварийные огни и припарковалась возле автобусной остановки. Не успела автомобилистка выставить сигнальный треугольник, как произошёл удар. В заднюю часть сурфа на полном ходу влетела Тойота Лэнд Крузер. Столкновение вышло очень мощным, и сурф пролетел вперёд около пяти метров. Хозяйка внедорожника при этом ударилась о приборную панель. Хозяйка Тойота Лэнд Крузер объяснила, что двигалась по своей полосе со скоростью транспортного потока. Она вышла из поворота и не ожидала, что буквально сразу за ним будет находиться сломанный внедорожник. Пассажирка и хозяйка Тойота Сурф от госпитализации отказались. Получив рекомендации врачей скорой помощи, они остались на месте происшествия, чтобы дождаться инспекторов ГАИ. Жизнь на карту, всё или ничего, какая-то карма. Такое резло колёсами в небо заклинила руль. Стоп! Снято. Автопатруль.